Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Сегодня очень важный эфир, очень важный, я считаю, что ключевой. Сегодня я хочу объявить о важных инициативах демократического выбора Казахстана, о том, что мы создали чаты по всей стране, всего 17 чатов, это 14 областных центров и 3 города республиканского значения. И, собственно, это механизм, каким образом улучшить жизнь все граждан страны, как ликвидировать безработицу. Я об этом считаю, что сегодня должен подробно рассказать, но прежде чем перейти к освещению нашего проекта, я хотел бы сначала озвучивать несколько важных моментов. Во-первых, сегодня, 3 года назад, мы, организаторы демократического выбора Казахстана, заявили о том, что создаем политическое движение с названием «Демократический выбор Казахстана». Этот проект был запущен 3 года назад, до этого ранее, 18 ноября 2001 года. Мы с большой группой различных политиков, общественных деятелей, бизнесменов объявили о создании тогда движения «Демократический выбор Казахстана», который впоследствии был ликвидирован, а его основные инициаторы были посажены в тюрьму, преследовались. И в последующие годы удавалось снова и снова реанимировать и запустить партию ДВК в 2004 году. Через полгода она была ликвидирована. Затем мы запустили с июля 2005 года ОЛГА ДВК, и в 2012 году ее руководители были арестованы, Владимир Козлов, и партия была ликвидирована. Даже, хотя она была не зарегистрирована, находилась в стадии регистрации, но тем не менее была ликвидирована. И вот, собственно, после того, как 9 декабря 2016 года я вышел из французской тюрьмы, где дожидался решения по экстрадиции, по запросу России, Украины и так далее, вышло решение высшего суда Франции, и я был выпущен. И сразу же объявил, что планирует заняться политической борьбой и отстранить действующий режим от власти. Вот, собственно, 20 апреля я вышел публично с заявлением о создании движения «Демократический выбор Казахстана». И вот сегодня я могу сказать, что прошло 3 года с этого момента. Первый год, конечно, 17-й год мы озвучивали сами программы «Демократический выбор Казахстана», набирали сторонников и вели большую агитационную работу в 17-м году. Активные действия мы начали именно с февраля 18-го года, создав чат «Активист ДВК». И вообще интересно, что именно в этот день чат «Активист ДВК» собрал 100 тысяч участников. Даже несмотря на то, что 13 марта 18-го года власть объявила ДВК экстремистской организации, тем не менее нам удалось набрать 100 тысяч человек участников. Ну и затем произошел отток. Конечно, режим начал активно преследовать наших сторонников, сажать в тюрьмы и все прочее. И в собственном следствии этого произошел отток. Но в 18-м году, тем не менее, наша борьба была очень серьезная, активная. В прошлом году было слушание по правам человека в Европарламенте, и Европейский парламент заявил, что ДВК – это мирная политическая организация оппозиционно действующей власти. И с 19-го года участников ДВК все равно становится все больше и больше, хотя был отток большой. И сейчас количество участников демократического выбора – 74 тысячи человека. Ну и сегодня я хотел бы поздравить движение партии КОЩЕ, которые сумели буквально в кратчайшие сроки набрать участников более 100 тысяч человек. Это большой успех, я считаю. И я уверен, что в совсем короткие сроки чат КОЩЕ наберет, безусловно, 200 тысяч человек и сумеет выстроить, организовать полноценную политическую организацию. И сразу скажу, что демократические выборы Казахстана поддерживают движение партии КОЩЕС. И, безусловно, это наши политические партнеры. Если ДВК не имеет возможности легально, открыто заниматься публичной политической деятельностью, то участники партии КОЩЕ могут этим заниматься. Поэтому все те, кто опасается преследования, участвуя в движении ДВК, они могут присутствовать в движении партии КОЩЕС. Вот, собственно, именно поэтому, что это более безопасная возможность участвовать в политической жизни страны, вот, собственно, привело к тому, что в партии КОЩЕС стало больше участников, чем в ДВК. Ну, а если говорить о членах ДВК, я хочу сказать, что здесь собрались наиболее такие упорные, упорные люди, которые, независимо от того, что режим пугает, реально преследует, они все равно участвуют в деятельности демократического движения ДВК. Поэтому, уважаемые друзья, сегодня важный день. Три года вот такие вот удивительные совпадения. 100 тысяч, два года назад набирал ДВК. Вот сегодня этот рубеж преодолел и чат партии КОЩЕС. Ну, давайте мы подведем итоги, что произошло вот за эти три года. Я могу сказать, что когда была первая акция ДВК, 22 марта 2018 года, два года назад, вы, наверное, помните, это была акция с голубыми шарами, и тогда власть была напугана. Вы помните, что дети шли с голубыми шарами, синими, с красными, с желтыми, и полиция подбегала именно, вырезала, выдергивала именно голубые шары. Это было очень смешно и комично, и по этому поводу, скажем, смеялись во многих странах мира и не могли поверить, что вообще это возможно, что такой абсурд возможен. Северная Корея даже до этого не додумалась. Вот режим Назарбаева додумался. Ну, конечно же, собственно, затем Министерство внутренних дел Казахстан начал опровергать, говорить, что это они таких указаний давали, что это вот такие дураки полицейские, ну, до этого додумались. Что бы я хотел бы вам напомнить, что два года назад, 22 марта, наши люди, хотя выходили с голубыми шарами, но, тем не менее, единицы буквально открыто шли с этими голубыми шарами, и если даже и появлялись, то они прятались за этими голубыми шарами, опасались, что попадут в объекты телекамер, фотографии и так далее. Вы сейчас же видите, что происходит. Сейчас открыто люди говорят «шаокет», открыто критикуют режим. 10 мая впервые мы увидели людей на митинге с требованием освобождения политических заключенных, чтобы прекратить пытки во всех наших тюрьмах. И это сейчас стало буквально локомотивом. Десятки, сотни людей выходили на одиночные пикеты, требовали освободить политических заключенных, и немало политических заключенных действительно вышло из тюрьм. Мы получили поддержку международную, мы получили массу заявлений со стороны европейских международных организаций, правозащитных организаций, с таких организаций, как Европейский парламент. Мы получили поддержку Госдепартамента США и ряда других ведущих европейских стран. И, собственно, это давление дал результат. Власть вынуждена считаться с развитием демократического выбора Казахстана. Вы помните, какие программы мы озвучивали, программу каких политических и экономических реформ. И в прошлом году, вы помните, как эта власть вынуждена была списать кредиты по 300 тысяч тенге каждому человеку, те, кто имел потребительские кредиты. И это было напрямую связано, что программа экономической реформы ДВК говорит, что мы спишем все потребительские кредиты и потечные займы на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. И поэтому, когда наши программы стали буквально оказывать давление на этот режим, правительство Токаева, чтобы выглядеть хорошо перед выборами президента, вынуждены были пойти на этот шаг и списать по 300 тысяч тенге. И, как говорит правительство, облегчение получили около полумиллиона человек. Вот вам результат. Или вспомните, когда мы в 2018 году выходили с требованием бесплатного образования среднеспециальных и высших. И власть что сделала? Они объявили о том, что объявляют, дополнительно выделяют 20 тысяч грантов для студентов. 20 тысяч. Их было всего 50 тысяч. 20 тысяч. Это было в результате нашего давления. Власть объявила о том, что ускоренно будет строить для студентов общежитие, чтобы ликвидировать как можно быстрее ту ситуацию, острую, с необходимостью общежития для студентов. Это все было в результате давления со стороны политического движения «Демократический выбор Казахстана». И таких инициатив много. Эта власть вынуждена была поднять заработную плату полицейским, чтобы они реально охраняли эту власть. В нашей стране теперь и полиция тоже получает более доходов благодаря тому, что граждане, объединенные в рамках политической организации «Демократический выбор Казахстана», оказывали давление на власть. И полиция, которая сейчас участвует в репрессиях против народа, тоже получила дополнительную свою заработную плату только благодаря деятельности «Демократического выбора Казахстана». Вы вспомните ипотечную программу ДВК, когда ставка была 5 годовых и срок кредита 20 лет. И что сделал Назарбаев? Тоже вышел со своей программой, но она у него провалилась. Со ставкой 7 годовых, взнос первоначальный 20%, срок 25 лет. И они его двигали, двигали, какое-то количество людей по этой программе получили же ее. Они получили. И эти программы появились только благодаря деятельности «Демократического выбора Казахстана». Вы вспомните, что если два года назад на митинги выходило, что называется, десятки, то 19-й год, по сути дела, выходили тысячи. 9 июня власть задержала около 6 тысяч человек. Не было мест для содержания в тюрьмах, административные штрафы, административное задержание было. Вы помните, какая масса двинулась на эту власть. Собственно, именно благодаря деятельности ДВК у власти сейчас не находится Дарига. Именно ее собирался Назарбаев назначить президентом. Мы все его планы заранее озвучили, и общество решительно сказало «нет» Дариге Назарбаевой. И теперь Назарбаев будет придумывать всякие разные ухищрения, чтобы в конце концов ее попытаться назначить. Но все его планы нами уже разоблачены. Я могу долго, уважаемые друзья, рассказывать, что мы сделали, но главное, главное то, что в обществе активизировались громадные силы. Люди перестали бояться, выходят с требованиями, выходят на митинги, выходят на пикеты, они выходят самостоятельно. Без призыва ДВК и наша задача разной протестной силой объединить, создать такую мощную гигантскую волну, которая как за концов приведет к смене этого политического режима. Не случайно, вот сейчас очень многие наши граждане уже вливаются в ряды Коще, не случайно я вам говорю, что там уже стало более 100 тысяч участников. Чтобы бороться с нами, власть придумывает разных своих подставных якобы оппозиционеров, типа Косанова, который пошел на выборы президента. Если бы не было ДВК, никто бы его не разоблачил. Мы его разоблачили до того, как, по сути дела, стало понятно, что он человек режима, вступил в сговор. И сейчас наступил тот момент, когда наши граждане очень значительный час стали политически грамотными. Именно наши граждане вовлечены в политику, оказывают давление и влияние на власть. Именно благодаря давлению со стороны демократического выбора Казахстана, несколько миллионов человек сейчас получат хоть какую-то помощь в размере 42 500 тенге. Хоть какую-то. Если бы мы эти требования не озвучили, то власть бы и их тоже не дала. Собственно, как в России происходит. В России политические и такие экономические требования месяц назад никто не озвучил. И правительство Путина до сих пор никому никакую помощь финансовую не оказало. И то же самое по медицинским работникам. Именно мы озвучили, что надо поддержать тех, кто работает в медицинских учреждениях и выплатить всем по 50 тысяч тенге. Власть тянула-тянула, объявила какие-то суммы, внесла разлад между медицинскими работниками, выставила какие-то требования, которые фактически привели к тому, что многие не получали эти средства или получали с оговоркой. Но все равно эти процессы пошли, опять же, благодаря деятельности демократического выбора Казахстана. Мы научились формировать требования, мы научились объединять протест наших граждан. И уважаемые друзья, если бы действительно этот протест был организованным именно сотнями тысяч человек, вы понимаете, что все наши требования были бы исполнены. Поэтому цель сегодняшнего эфира рассказать о том, какие действия необходимо делать, чтобы мы действительно добились перемен. Мы сегодня создаем 17 чатов. Это 14 областных центров и 3 города республиканского значения. Это Астана, Алматы и Шимкент, в которых проживает более миллиона человек. Но они называются чаты безработные и бедные. Наша власть официально говорит, что в нашей стране чуть менее 4,5% или около 440 тысяч человек. Но представьте себе, что уровень безработности во Франции, в развитой экономической стране, около 8%. И уровень безработности совсем недавно доходил 10%, 12% и так далее. Но разве можно поверить, что Казахстан отсталая страна и имеет безработных всего лишь 4,5%, когда во Франции 8%? Разве можно поверить, что когда Греция испытывала экономический кризис, там уровень безработицы был 26%? И что в Казахстане при этом было 4,5%. Но я вас заверяю, что какой бы трудной ситуации не находилась в Греции, когда было безработных даже 26%, уровень и качество развития экономики, жизненный уровень, невозможно даже близко сравнить с тем, как проживает наши граждане страны. Поэтому, ну представьте себе, что если в Греции было 26% безработных, это считался кризис плохо и вся Европа старалась помочь. А в это время выясняется, что Казахстан оказывается живет лучше, чем Греция. И вы понимаете, что это бред, это вранье, что эта статистика подделывалась. И совсем недавно Казахстан заявил, что у нас бедных в стране всего 4,5%. Всего 4,5%, что якобы жизненный уровень казахстанцев очень высокий. Но и по всем статическим данным Всемирного банка и других организаций, Казахстан считается как бы средней страной. То есть, когда воловой внутренний доход страны свыше 10 тысяч долларов, от 10 тысяч долларов, то считается средней страной. Но совсем недавно воловой внутренний продукт Казахстана доходил до свыше 13 тысяч долларов. То есть, мы уже длительное время, приблизительно где-то с 2006 года, по разным таким вот данным, мы являемся страной со средним доходом. И так, и получается, что мы со страной со средним доходом имеем всего лишь 4,5% бедных. Это, конечно, опять очередное вранье. Как Назарбаеву удается рисовать? Они придумывали следующие ориентиры. Ну, вы знаете, что в начале года средняя зарплата, например, была 204 тысяч тенге. Или приблизительно по тому курсу 240 долларов. Наши граждане удивлялись, какие 204 тысяч тенге? Я получаю 40 тысяч, говорил человек, я получаю 60, кто-то 80. Но выясняется, что на самом деле более 50% наших граждан имели среднюю зарплату чуть более 40 тысяч тенге. Более 50%. А вторая половина имела больше. И там какой-то процент, около 20, они действительно зарабатывали там 200-300 тысяч и так далее. И, конечно, вот в среднем была нарисована, выдано цифра 204 тысяч тенге. Но мы все прекрасно понимаем, что такой зарплат реально у основной части наших граждан нет. Поэтому это просто манипуляция. И манипуляция всеми этими цифрами. Например, если окружение Назарбаева получает миллион долларов в месяц, таких людей там много вокруг него. А 100 человек, или точнее 1000 человек у этого человека получает по 100 долларов. То есть 1000 человек получает в месяц суммарно 100 тысяч. А один человек миллион. И вот получается, если это поделить, получится, что зарплата 1100 долларов в среднем. То есть средняя температура по больнице, как бы говорится, 1100 долларов. Но мы же понимаем, что 1000 человек получает 100, а один получает миллион. И вот так манипулируя, можно сделать видимость, что 1100 долларов в средней заработной плата. Поэтому, уважаемые друзья, вот таким образом этот режим манипулирует цифрами. Они придумали так называемую минимальную заработную плату, чуть более 30 тысяч тенге. Если вы живете приблизительно на этом уровне, то, ну, получается, ну, выше это минимальная заработная плата, и вы, получается, уже не попадаете в разряд бедных. То есть, если ваша зарплата чуть более 30 тысяч тенге, вы уже не бедны. Но вы же понимаете, что на 30 тысяч тенге вообще невозможно закрыть свои жизненные потребности. На Западе целый список существует разных услуг, минимум 250. Это когда человек способен оплачивать образование, коммунальные услуги, разнообразную еду, оплачивать медицинские услуги и все прочее. Если вот эти 250 пунктов он будет в состоянии оплачивать, тогда вот этот пакет считается. А у нас берется не 250, а 50 единиц. И, соответственно, с учетом того, что минимальную зарплату специально опустили ниже, чуть больше 30 тысяч тенге, получается, если вы получаете 40 тысяч тенге в среднем на человека, то есть вы уже не бедный. Теперь я вам хочу сказать реальность. Реальность такова, что есть механизм, методика расчета Всемирного банка. Так вот, Всемирный банк считает так. Если ваш доход на каждого члена семьи, на вас в том числе, составляет всего лишь 5,5 долларов в день, а в месяц 165 долларов, то тогда вы являетесь бедны. Ну, давайте посчитаем среднестатистическую семью, когда есть двое детей, 4 человека. 4 человека умножаем где-то на 165 и умножаем по курсу, это приблизительно 300 тысяч тенге. 300 тысяч тенге на семью из 4-х человек. Но мы же понимаем, что в реальности наши граждане, если супруга и муж работают, в лучшем случае по 100 тысяч тенге, они даже 200 тысяч тенге не имеют на семью. Даже 200 тысяч не имеют. А здесь получается по стандартам Всемирного банка, каждый член семьи, если будет суммарно иметь доход по 165 долларов в месяц, то тогда они считаются бедными. Понимаете? Если идти от их методики, у нас, наши граждане, более 60%, а скорее всего даже процентов 70-80, являются бедными по оценке Всемирного банка. Ну раз так, вот она вам правда. Правда заключается в том, что у нас безработных не 4,5%, а более 30%. Правда заключается в том, что наши самозанятые, о которых говорит власть, что их около 2 миллионов, их значительно больше, и они не получают такие доходы. То есть, если правду все это раскладывать, выяснится, что у нас почти 80% населения просто являются бедными. Представляете? Ну давайте мы просто посчитаем. Получается это где-то в месяц семья из 4 человек получает 660 долларов. Вот вы можете сказать, что ваша семья из 4 человек получает 600, имеет доход 660 долларов? Это около 300 тысяч тенге. Я уверен, что основная масса скажет нет. А тогда, то есть вы по сути не бедный, вы нищий. И как это получается, что в нашей стране, в которой входит десятку крупнейших экспортеров в мире нефти, по углю мы вообще на душу населения производим угля, больше всех в мире номер один. По урану мы номер один. Я могу очень много таких показателей привести, и по зерну там и других, где мы занимаем ведущие позиции. И получается, что основная часть населения нашей страны бедной. Вот она реальность, вот она правда. Чтобы вы понимали, что вы по международной классификации являетесь не просто ваш доход средний, вы являетесь бедным. И наша страна бедная. Если основная часть населения классифицируется, что уровень их доходов ниже 5,5 долларов в день, или 160, грубо говоря, 165 долларов в месяц на человека, на члена семьи, то вы уже бедные. Что мы хотим сделать, уважаемые друзья? Друзья, мы открываем 17 чатов по регионам. Мы хотим, чтобы этот чат работал и в тот период, когда будет работать во власти демократические выборы Казахстана. Вы будете получать правдивые данные. Если, например, вы живете в Алма-Ате, вы сначала открываете мессенджер Telegram, а многие у вас уже имеют, потому что вы по ним получали пособие 42 500 тенге, вы регистрируетесь и находите в Telegram безработные и бедные. Вот такой вот чат. И вы там можете регистрироваться. Какую мы цель преследуем? Если в нашей стране основная часть населения бедны, то есть мы будем считать, что приблизительно, ну, минимум, около 10 миллионов человек работающих, и мы будем считать, что 80% из них бедные по классификации Всемирного банка, то есть это порядка 8 миллионов. Представьте, да? Мы собираем в эти чаты 8 миллионов человек. Хорошо, мы даже отсечем тех, кто не имеет телефоны, не имеет компьютеры, отсечем еще. Останется 4 миллиона. Хорошо, мы из 4 миллионов отсечем еще пару миллионов на тех, кто не готов активно бороться. У нас много таких людей, которые очень пассивные. Но 2 миллиона пассивных людей будет. Ну, пусть не 2, пусть будет миллион. Итак, если мы собираем миллион человек, которые регистрируются во всех этих чатах по нашей стране, в 17 чатах, в Алма-Ате, в областных центрах, во всех областных центрах, что мы получаем? Мы получаем информацию о реальном состоянии дел. Мы получаем информацию о безработных. Мы получаем информацию, кто эти безработные. Врачи, строители, нефтяники. И тогда мы получаем возможность изучить ситуацию и воздействовать на правительство. Уважаемые друзья, вы посмотрите, мы сейчас гонимая политическая организация со стороны властей. Но именно мы вытащили из бункера султана Назарбаева, который спрятался от народа. Именно мы принудили это правительство, самого Такаева, премьер-министра, министра выходить перед народом, отчитываться, приносить извинения. Именно мы добились даже в условиях тотального давления на наших активистов, чтобы это правительство начало что-то делать. Вы видите, как они боятся, видите, как они занимаются репрессиями, чтобы остановить возможность наращивания нашей численности и организации борьбы против этого режима. Вы видите, как они боятся наших митингов, нагоняют полицию, блокируют площади. Вы же понимаете, вы для себя считаете эту власть сильной. Если власть кого-то боится, значит, есть кто-то сильнее. А сильнее это народ. И мы объединяем эти силы, и мы хотим, чтобы народ добился того, чего добивается народ во всех ведущих странах мира. А именно, власть должна быть под контролем народу. Какой цели мы добиваемся? Дело в том, что сейчас идут массовые сокращения в нефтегазовом секторе. Ну, отрав, наверное, мне подтвердит Тенгиз, что 17 тысяч человек сейчас на месторождении Тенгиз в связи с тем, что якобы коронавирус людей отправляет, блокирует их, они не выходят на работу. Но многие из вас не выйдут на работу совсем, потому что цены на нефть сейчас настолько упали, что все нефтедобывающие компании вынуждены будут сокращать численность работников, не платить подрядчикам, не проводить новые работы. Сейчас начнет замерзать строительная индустрия. Очень много людей будет безработных. Вот на прошлой неделе Аким Алматы Сагентаев объявил, что будет численность безработных уже не 5%, а 15%. То есть вырастет численность тех безработных еще плюс плюсом на 10%. Но это данные вы понимаете они не полные. Он имеет ввиду, что кафе, рестораны, магазины, парикмахерские и какие-то виды деятельности будут закрыты и они не смогут заново подняться. В реальность будет во много раз хуже. И мы предлагаем вам обедниться, зайти в эти чаты. Что мы можем в этом случае сделать? Мы можем сделать следующее. если гонимая ДВК добивалась таких результатов, результаты которых несколько миллионов сейчас получат эти небольшие 42 500 тенге, гонимая, то мы объединившись в этих чатах, это мы не призываем вступить в нашу организацию, мы здесь призываем войти в этот чат безработных. мы предлагаем в этот чат войти в бедным и изменить вашу жизнь сейчас, сегодня. Каким образом? Итак, если мы собираем хотя бы миллион во все наши чаты в региональном разрезе, мы начинаем анализировать, мы начинаем публиковать данные, мы предлагаем, мы начнем объединять наши требования, например, выплатить всем 50 тысяч тенге каждому гражданину, включая младенцев. Это мы сейчас, как гонимая политическая организация, озвучили эти требования, и власть была вынуждена прислушаться. Но представьте себе, когда миллион человек в этих чатах выдвинут требования, подпишут обращение, мы будем призывать выходить на те или иные акции, именно требовать экономические изменения, и эти люди, когда выброшены на улице, потерявшие работу, не имеющие доходы, начнут требовать выходить на улице, вы понимаете, какая это сила. Мы сегодня изменим ситуацию, во-первых, мы сегодня добьемся, чтобы каждому выплатили по 50 тысяч тенге, мы сегодня добьемся, чтобы власть прекратила преследовать врачей, преследовала, и чтобы реальные деньги были выплачены врачам, мы добьемся, чтобы матери получили дополнительные выплаты, мы сегодня добьемся, только совсем недавно, в прошлом году под этим давлением, власть была вынуждена запустить программу адресной социальной помощи, и какие-то выплаты прошли, это все в результате давления, но мы давление должны организовать, мы не можем двигаться, ну просто вот не объединившись в какую-то организацию, смотрите, уважаемые друзья, что получилось в нашем обществе, как развиваются западные страны, западные страны, они выбирают президентов, они выбирают, и кандидат президенты выходит с программой, он ищет поддержки у людей, люди голосуют, если этот кандидат их побеждает, он обязан, и он старается выполнить те обещания, которые давал перед избирателями, следующее, партийная борьба, в европейских странах существуют разные партии, которые выходят со своими программами, собирают голоса избирателей, потом начинают бороться за места в парламенте, и победившая страна назначает своего премьер-министра, то есть вы, народ, активно участвуйте в политической жизни, вы участвуйте в тех изменениях, которые происходят в вашей стране, это второе. Третье, в этих странах избирает Акимов, областей, городов, районов, и каждый из этих представителей народа опять же берет на себя обязательства и исполняет волю народа. Далее, в этих европейских странах и в Америке существует реальная свобода прессы, пресса ищет коррупционеров, вытаскивает, что называется, самое плохое, которое формируется и общество воздействует. В западных странах общество может свободно выходить на митинги, на пикеты, могут выходить на забастовки, блокировать все. Здесь во Франции месяц транспорт не ходил, блокировано было метро, железная дорога, самолеты, гостиницы, и под этим давлением власть попятилась. Притом, я хочу обратить ваше внимание, это демократическая страна, развитая, здесь митинги, забастовки, право гражданина бороться за свои права. А что есть у нас? Вы посмотрите, именно эта возможность открыто бороться, приводит к тому, что общество развивается, и правительство работает на народ. Что есть у нас? Парламентские выборы, фикция, все партии Назарбаева, одни и те же, просто с другим названием, мы все знаем, что партийной борьбы не существует, любой оппонент уничтожается. Мы знаем, что на выборы президента происходит фальсификация, что все кандидаты это куклы Назарбаева, и достойные кандидаты, реальные кандидаты не допускаются. Получается, в президентских выборов мы не участвуем, в парламентских выборов мы не участвуем, Акимов областей, районов мы выбрать не можем, пресса вся Назарбаевская, любой, кто что-то скажет, попадает в тюрьму. Пресса задавлена, наши граждане не могут выходить ни на митинги, ни на пикеты, потому что власть не дает разрешения, придумывая всякие разрешения от Акиматов, которые ты никогда не получишь. Прессы нет, партийной борьбы нет, выборы президента мы не можем участвовать, выборов Акимов мы не можем участвовать, мы вообще не можем ничего делать, у нас нет никаких прав, профсоюзы уничтожены, задушены, профсоюзы все под пятой власти находятся. Тогда как мы должны быть услышаны? Тысячи людей спрашивают, а что же делать? Они этот вопрос задают, потому что полная безысходность, власть не слышит, не слушает, любые протесты душит, активистов сажает в тюрьму, и у нас остается единственный выход, чтобы власть нас услышала, чтобы эта власть действительно стала на народ работать, организовываться и выходить на митинги. Или у нас должны существовать еще другие инструменты давления. Мы сейчас этот инструмент давления вам предлагаем. Мы создаем чаты по всей стране, в каждом городе, в электронном формате будет существовать в Телеграм чат безработные и бедные. Вы можете свободно регистрироваться, можете не писать фамилию, вы можете написать имя, но главное, что вы реальный человек, главное, что реально вы осознаете, что бедный, вы осознаете, что вам не хватает средств на жизнь, у вас есть проблемы, вы не знаете, что делать, местная власть вас не слышит, Назарбаев вас не слышит, Такаев вас не слышит, никто не слышит, вы хотите изменений. И эти изменения мы можем организовать участием вот таких людей в этом чате. И тогда, когда нас соберется большое количество, мы будем двигаться как единая машина, мы будем выходить на митинги, мы создаем свою площадку, где будет свобода, где люди могут рассказывать о своих проблемах в регионе, в тех или иных городах, и мы это все будем видеть, большая команда наших людей будет анализировать, и затем мы будем все это публиковать в этих чатах, и вы будете знать, что вы не одни, что ваши проблемы известны. Скоро власти придет именно наша политическая организация, демократические выборы Казахстана, и тогда действующий чат станет открытым для все граждан страны, мы не будем ориентироваться на данные лживые существующие госкомстата Казахстана, вы в этом чате будете регистрироваться, и мы будем знать реальную ситуацию, мы находясь в правительстве, через этот чат будем знать, какие проблемы существуют в нашей стране, то есть этот чат создается не для того, чтобы решить ваши проблемы когда-то, этот чат создается, чтобы решить проблемы это немедленно, сейчас, завтра, и мы это сможем сделать, если объеднимся в этот чат. Теперь вторая часть, уважаемые друзья, и так мы понимаем, что приблизительно 165 долларов на человека в месяц это мало, это бедная семья, то есть если вы на семью из четырех человек будете иметь около 300 тысяч тенге, мы будем считать, что наши люди, имеющие такой доход бедные, как мы это изменим. Ну давайте вместе с вами проведем расчеты. Начнем с пенсионеров. Итак, в соответствии с программы демократической выборы Казахстана, в первый год государство выплачивает дополнительно существующим пенсиям эквивалент 300 евро или по текущему курсу около 150 тысяч тенге. Затем эта сумма постепенно увеличивается до 400 евро или по текущему курсу приблизительно будет около 200, то есть 180, 190, около 200 тысяч тенге. То есть если ваша пенсия составляет 60 или 90 тысяч тенге, вы сверху будете получать эквивалент 300 евро. Но тогда вы выпадаете из этого круга бедных людей, потому что ваш доход будет составлять не 165 долларов, а приблизительно около 400 евро. Понимаете? Потому что 300 и выше мы будем доплачивать и со стороны государства. Это будет гарантированная доплата со стороны государства для людей, которые достигли пенсионного возраста. получается наши пенсионеры будут получать свыше 400 евро. Или если перевести на текущий курс свыше 200 тысяч тенге. Вот какая будет. То есть 2 миллиона 225 тысяч человек у нас автоматически выпадут из этой статистики и они перестанут быть бедными. Потому что их доход будет не 165 долларов, а порядка 400 евро. Понимаете, как приходят к власти провести ДВК, у нас все пенсионеры из статистики бедных выпадают. 2 миллиона 225 тысяч человек. Второе. В нашей стране около 700 тысяч инвалидов официально зарегистрированных. Я знаю, что многие не могут получить разную степень инвалидности. По программе ДВК инвалиды тоже автоматически получают такой же статус, как пенсионеры и тоже будут получать от 300 до 400 евро. Соответственно, 2 миллиона 225 прибавляем свыше 700 тысяч человек, будет 3 миллиона человек. Итак, 3 миллиона человек автоматически выпадает из статистики прекращает быть бедными. Далее. Вы не забывайте, помимо всего прочего, что по программе ДВК нами будет выплачиваться пособие каждому ребенку до 7 лет, до 7 лет включительно. Первый год 50 евро, а потом по 80 евро. То есть, если помимо того, что вы будете иметь доход, тот самый, который я сказал, еще дети будут получать доплату, ваши дети если студенты они будут получать стипендию приблизительно 50 тысяч тенге, они будут получать по 100 долларов доплату каждую месяц для аренды жилья. То есть, соответственно, миллион студентов это 500 тысяч среднеспециальных учебных заведений плюс еще полмиллиона высших учебных заведений они фактически тоже попадающий ваш ежемесячный ежедневный доход тоже выпадут из раздела что бедные вот еще миллион человек уходит не бедные теперь смотрите уважаемые друзья в соответствии с нашей программой сырьевых предприятиях нефтегазовых металлургии поставки урана и все прочее сейчас которые их деятельность формирует основной бюджет бюджет страны порядка 60% их минимальная заработная плата будет тысячу долларов минимальная соответственно если считать нефтегазовую отрасль там работает около полумиллиона человек если считать сырьевой сектор работает там суммарно по стране свыше миллиона где-то около полутора миллиона человек со смежными предприятиями еще 2 миллиона человек тоже выпадает тоже становятся не бедными их доход будет значительно больше чем 150 долларов с учетом особенно доходов детей ну и потом уважаемые друзья теперь вернемся к бизнесу бизнес когда наши нефтегазовые предприятия сырьевые предприятия будут платить минимум тысячи долларов своим сотрудникам эти деньги придут в регионы и увеличится покупательная способность эти люди будут состояние покупать одежду разные услуги оплачивать образование вы понимаете что деньги хлынут в сектор частный который эти услуги оказывает то есть бизнес тоже увеличит свои доходы их тоже достаточно много вы вспомните что у нас учителя их около 400 тысяч человек врачей около 250 тысяч человек 650 тысяч человек опять же программа ДВК предполагает заработную плату приблизительно от 1000 долларов в месяц вы вспомните что военные работники Министерства внутренних дел нашей полиции стартовая зарплата у них тоже начинается от 1000 долларов и таким образом у нас в стране реально останется бедных не очень много но что важно мы опять же через этот чат будем видеть их будем знать какой реальный их уровень доходов в чем проблема почему не создаются рабочие места вы через этот чат может оказывать давление на правительство говорит что я живу например в Южном Казахстане я получаю пособие но все равно это меньше чем мой прожиточный минимум по стандартам Всемирного банка то есть мы фактически создаем инструмент кроме того что будет независимая пресса будут свободные профсоюзы у вас будет право выходить на митинги наши граждане могут создавать политические партии достаточно иметь три человека чтобы эта партия была зарегистрирована мы будем выбирать акимов областей городов то есть полноценное влияние на формирование решения и помимо этого мы создаем такой индикатор чат давление на правительство давление на нас мы сейчас будем давить на действующее правительство а завтра вы через этот чат можете воздействовать на само правительство я сейчас вам говорю реальные вещи потому что ну представьте себе я говорил что если в нефтегазовом секторе минимальная зарплата будет 1000 долларов вы конечно скажете это нереально или полторы тысячи мы говорим средняя зарплата будет но в мире средняя зарплата 10 тысяч долларов или взять сырьевые секторы металлургии угольные там стартовая зарплата начинается от 3000 долларов в месяц наши работники получают всего 300-400 долларов это реальность наш продукт который мы сейчас изготавливаем в сырьевых секторах добываем производим он продается по мировым ценам я много раз объяснял что по сути собственники в лице Назарбаева его окружение обманывают эти доходы просто уплывает в их карманы и поэтому как только правительство ДВК приходит в течение нескольких месяцев кардинально меняется жизнь по всей стране потому что эти деньги есть сейчас они не где-то их нужно добывать строить новые заводы какие-то новые предприятия они есть сейчас поэтому уважаемые друзья эта работа этого чата изменит жизнь нашей страны сегодня завтра и в будущем что нужно сделать я хочу еще раз повторить итак первый шаг первый шаг нужно зарегистрировать телеграм какой-то аккаунт можете под анонимным именем можете без фамилии просто какое-то имя второй вам нужно найти чат безработный и бедный телеграм в своем регионе например автубе у нас будет чат автубе безработный и бедный вы можете найти этот чат телеграм там зарегистрироваться написать там есть специальные боты которые принимают вас регистрируют мы через эти боты начинаем с вами поддерживать обратную связь что нужно сделать в чате нужно оставить о себе информацию заполнить вы там увидите завтра вот выйдет очень много информации завтра будет выходить новости на информационном информационном канале 1612 ютюбе и там будет реклама вы увидите как нужно действовать как зарегистрироваться и как нужно участвовать в работе этого чата что нужно сделать нужно указать город проживания ваш возраст специальность семейное положение количество несовершеннолетних детей в семье ваш статус безработный малоимущий многодетный или у вас есть пособие по инвалидности еще раз я говорю о том что все те граждане которые имеют доход в месяц меньше чем 165 долларов а таких у нас большинство мы приглашаем вас зарегистрироваться в этом чате и тогда мы объединившись окажем давление на действующее правительство сейчас немедленно вот что вам нужно сделать теперь мы создав такого рода чат фактически мы будем делать работу правительства вы живите у нас правительство ничего не делает это бесполезное правительство 42 тысячи то дам то не дам то заявление напишу то в тюрьму посажу сегодня министр заявляет нет мы не будем никого преследовать вы видите что они еще выдумают мы от них ничего хорошего не ждем и в этой связи этот чат фактически будет выполнять работу правительства мы будем анализировать мы будем публиковать у нас там будет публичные лица мы будем обедняться и действовать уважаемые друзья поэтому я еще раз хочу вас призвать зарегистрироваться в этом чате и мы прямо что называется немедленно немедленно будем влиять на работу правительства мы получим полную реальную картину социальную картину которая сейчас есть в Казахстане вы будете знать что например в Шимкенте там 100 тысяч безработных в Атарал 50 тысяч безработных в Алма-Ате вы будете видеть например 300 тысяч безработных потому что общий объем безработных в результате коронавируса в результате падения цен на нефть будет не минимум минимум 50 процентов то есть совершенно ближайшие полгода вы увидите что в нашей стране половина населения будут безработные и чтобы вы не бились головой об стенку как с этими 42 миллиона тысячам тенге мы создаем информационный канал способ давления на власть влиять воздействовать объединяться и вы быстро увидите что мы добьемся перемен что называется завтра немедленно вот собственно я хотел это уважаемые друзья озвучить это очень важное решение я могу так сказать это историческое решение так получилось что три года назад мы заявили о создании демократического выбора Казахстана мы сейчас создали инструмент инструмент перемен инструмент давления на власть у нас отобрали все у нас отобрали профсоюзы у нас отобрали право выбора президента премьер-министра Акимов и так далее у нас вообще отобрали все права нам не дают возможность говорить у вас эта возможность есть вы можете объединяться безопасно потому что мы не призываем зарегистрироваться под своими именами мы просто говорим зайдите напишите о себе вы здесь найдете себе соратников вы здесь найдете площадку для объединения и самое главное в результате вот такого взаимодействия мы добьемся перемен потому что многие из вас говорят хватит говорить давайте действовать уважаемые друзья действовать можно очень просто заходите в чат регистрируйте свои данные мы так объеднимся мы объеднимся и добьемся перемен перемен завтра мы всю эту массу которая зарегистрируется в эти чаты завтра выведем на митинги и потребуем от правительства чтобы они делали те или иные действия которые нужны народу не те которые им нужны этой политической верхушки а народу они боятся народ когда нас много когда мы объединены и мы сейчас на площадке на площадке безработные и бедные можем объединиться это не политический чат это экономический конечно в итоге наши требования перерастут в политический но они постепенно и вы станете сильней вы увидите как нас собирается каждый день сотни тысяч человек и увидите как правительство будет на нас реагировать так что уважаемые друзья давайте действовать очень важную платформу я считаю мы разработали и мы сейчас добьемся перемен Алгар Казахстан спасибо Продолжение следует...